Без огонька, но все же продолжается медийная раскрутка карельской деревни Кинерма. Парламентарии присоединились к возбужденным жителям декоративного поселения, опасающимся, что лучшую в мире деревню сожжет такой же лучший российский кинорежиссер, чья студия снимает в Карелии очередной фильм-катастрофу. Толкание либерального евроатлантического депутата и скрепного режиссера происходит по части финансов, находящихся в чужих карманах. Господин Михалков достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте, где это не будет представлять опасность ни для лесного фонда, ни для памятников истории. Не менее важным делом заняты природолюбивые граждане города Петрозаводска. Прилетевшая из леса сова, атакованная дроздами, воронами и чайками, стала объектом приложения многодневных усилий специалистов Центра реабилитации хищных птиц. Вечером в среду сову пытались поймать. Сперва пытались напугать дроном, чтобы она перелетела пониже, не вышло. Потом на дерево попытался залезть человек с сачком. Сова перелетела на соседнее, еще выше. Потом, спасаясь от ворон, на еще более высокую березу. На этом попытки поймать и спасти сову приостановили. Удивительно, но оказалось, что можно не только выдавать компаниям деньги на ремонт и строительство дорог, но и включать в контракт требование дорогу эту обслуживать в течение нескольких лет после освоения бюджетных средств. О случившемся революционном событии в деле укладки миллионов рублей в асфальт сообщили в офисе Карельского управтодора. Интересно, а раньше так можно было делать? И почему решили начать с дороги к водопаду Кивач? Здесь впервые в истории дорожной отрасли Карелии будет заключен контракт с элементами жизненного цикла. То есть предполагается, что компания, которая выиграет торги и будет делать строительно-монтажные работы, одновременно заключит контракт на содержание этого участка на три последующих года. Стоимость контракта 74 миллиона, а с учетом содержания почти 80 миллионов рублей. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Тем временем Россельхознадзор отбил очередную атаку продукции животноводства Евросоюза на границе Финляндии и России, сообщают карельские СМИ. Примерно полкило потенциального шашлыка и скромная яичница прятались в пожитках иностранного туриста. Нарушитель был обнаружен, остановлен, оштрафован. Еда возвращена на территорию сопредельного государства. Ведутся ли переговоры о съемках художественного фильма по мотивам этого события, СМИ пока не сообщают. Житель Финляндии вез сырую свинину в маринаде и шесть куриных яиц, сообщили в Россельхознадзоре Карелии. Сохранение исторической среды в Карелии находится под угрозой. Объекты деревянного зодчества, уникальная составляющая в том числе и туристической привлекательности республики, скоро, увы, того. И не потому, что денег на восстановление обугленных руин Успенской церкви мало жертвует, к широкой общественности и государственным чиновникам пробивается простая мысль, что сами по себе деньги ничего не решают. А вот кадры решают все, как говорил товарищ Сталин, не к ночи будь он помянут. Даже если нам выделят достаточно средств, у нас не будет организаций, способных грамотно выполнить реставрацию, и мы утратим эти памятники в процессе проведения неграмотной реставрации. На разваливаниях часовни... Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке. Продолжение следует...